На сегодняшней площадке мы сейчас рассматриваем 30 квартир. Мы уже несколько прошли. Есть определенные недочеты по этим квартирам. Где-то обналичка на дверях не установлена, где-то ванны не заземлены. Соответственно, не хватает институционных решеток. Где-то еще осталась на окнах технологическая наклейка, которую надо сдирать. И, соответственно, надо почистить все эти мелочи, убрать. Плюс подключение газовых котлов. На сегодняшний момент мы даем возможность застройщику исправить те замечания, которые явно видны. После этого мы подписывать должны акт приемки данных квартир комиссионно. После этого уже застройщик подает нам документы. Это свидетельство на право собственности на эти квартиры. Мы закрываем контракты, которые мы заключили с ним на поставку данных квартир. Ну и, соответственно, у нас уже идет процесс переселения после этого. Мы переселяем, сейчас не буду говорить из каких районов, но будут переселяться сюда уже жители из ветхого фонда в новое комфортабельное жилье. Управление жилищной политики у нас также проводит работу. Мы также потенциального переселенца привозим в эту квартиру. Подписываем с ними акт определенный, осмотровой. После того, когда он дает согласие, мы уже дальше в процесс переселения. Я хочу сказать, что мы уже 19 согласий получили, 13 у нас возражений есть. Финансируют у нас Минстрой. Это средства федерального бюджета. Именно целевые средства, которые идут на программу из ветхого аварийного фонда переселения. Это те дома, которые уже признаны ветхим аварийным не в период перехода именно с Украины в Россию. Это было признание еще при Украине. Время прошло очень большое. За этот период времени Украина не смогла переселить именно это жилье. Мы включили в 2014 году данную программу. В эту программу вошли 34 дома. Соответственно, около 670 людей должны переселиться. 34 дома, 238 квартир. Мы должны предоставить. Программа 2014-2015 год. Мы уже в этом году начнем переселение. Уже тех переселенцев, у которых будем заключать договора соц. найма. Те люди, которые у нас имеют собственность, с ними процесс достаточно длинный. Он перейдет на следующий год. Ведем застройку жилого микрорайона Евросити на 367 квартир. Попали в программу по ветхому жилью. Вот начальник департамента архитектуры прошел, просмотрел, дал свои замечания. Был определен срок устранения и передача жилья до 10 декабря текущего года. Несмотря на то, что происходит постоянное отключение света, стройка обеспечена мощным дизель-генератором. То есть работаем в полном боевом режиме. То есть свои обязательства выполняем. Всего здесь 6 очередей строительства. То есть эти 30 квартир попадают в первую, во вторую, в третью, в четвертую и в пятую очередь строительства. Садики здесь находятся в принципе рядом. Если даже рассматривать новые сады, то есть я знаю, ну как по слухам, что город собирается здесь рядом строить новый садик. Садик в бухте Казачья тоже должны, по идее, скоро ввести в эксплуатацию. И местные сады и школы также здесь находятся рядом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова